Девушки отдыхают Сонечка сказала, что вы с твоей подругой Устроили в ресторане дебош Разогнали свадебных гостей И с какими-то неизвестными ряженами Съели все продукты Это правда, Настюша? Так правда? По факту да Гостей мы не разгоняли Они сами разошлись Потому что жених сбежал Подожди, вот так со свадьбы Прямо взял и сбежал сам? Да не сам А со своей бывшей любимой Валерией Жуткая девица На ведьму похоже А ведь я вчера видела его Кого? Андрея Да ты что? Угу Он шел мимо окон кафе А когда я выбежала, его уже не было Бедная моя девочка Ну ничего Все будет хорошо Ты обязательно его найдешь Вот увидишь Все будет хорошо Мы с девчонками так и решили Что все будет очень хорошо Ну что, подъем? Подъем Бог ты мой А как же бедная невеста Да Вот наверняка он стрелец Только стрельцы на такое способны Вот мой первый муж, Петр Был стрельцом Так вот Во время нашего медового месяца Он вдруг исчез на четыре дня Я все морги обзвонила Все больницы Весь город на уши поставила А он, оказывается Уехал в Харьков Прощаться со своей первой любовью И вы ему простили? Ну куда же я делась? Конечно, простила Он приехал такой счастливый Сказал, вот теперь ты его уже ничего не держишь Это я сейчас понимаю Что она тогда ему просто отказала Ах, чего старый ворошит Через год мы все равно развелись Ты-то что собираешься делать? Работу буду искать Да С алкоголем надо завязывать Как? Что как? Как работу будешь искать? А? Как? По объявлению По интернету Резюме разошлю А что насчет Андрея? А что насчет Андрея? Тоже буду искать Как? По интернету? Или разошлешь Резюме? Так Сдаюсь Зинаида Афанасьевна Зинаида Афанасьевна Не томите У вас есть конкретные идеи? Есть Через час, Настюша Мы с тобой будем знать все Что все? Все То есть вообще все? Зинаида Афанасьевна Вы меня пугаете О чем узнаем-то? Об Андрее Что он за человек? Где живет? С кем? Женат? Или разведен? От кого узнаем? От специалиста Специалиста По части Нетрадиционных способов Предсказания И так сказать Привидения Серафима не просто гадалка Она уникум Так что давай Быстро собирайся И дуй в магазин за кофе Что-то я только Связи не улавлю Ой, боже мой Ну что ты как босячка Ну скажи Какой приличный мужчина Обратит на тебя В таком виде внимание Вы мне зубы не заговаривайте Что это за Хиросима такая? Вы мне никогда О ней не рассказывали Не Хиросима А Серафима Моя добрая знакомая Потрясающая дама В чашке из-под кофе Может увидеть целую жизнь У нас, кстати Молотого кофе нет Так что будешь покупать Смотри, чтобы не горелый был Дорогая Настя Анастасия Здравствуйте Добрый день Анастасия Я предлагаю вам Я хочу, чтобы вы Здравствуйте, Анастасия Вы меня узнаете? А что, кто-то умер? Почему? У вас цветы и вид такой печальный Я бы даже сказала, трагический Да? Я просто не нервничаю А что случилось? Вот Это мне? Вам Мне? Да За что? Я хочу вам Я хочу вас Вы должны сказать Просто так, как в мультике В каком мультике? Ладно, бог с ним с мультиком Знаете, мне нужно в магазин За кофе А я тут с вами болтаю А можно я с вами пойду? Да, пожалуйста Вы ко мне по делу, Жора? Или так просто в гости решили зайти? Вы извините, я спешу Потому что Фима ждать не будет Кто такой Фима? Такая Это гадалка международного класса Предсказывает будущее По чашке кофе Настя Настя Я хочу, чтобы вы Я хочу вашей Безусловно, вы можете подумать Что я Я вам Я вас Какой вы разговорчивый Вы хотите за меня замуж? Ну, вы же меня совсем не знаете Да я знаю вас Ну, конечно, после моего позорного Валяния под столом Что я Да замечательно, вы валялись Это было очень забавно Правда? Вам понравилось? Пойдемте Серафима обидится И напророчит на какого-нибудь уродца А, так вы согласны выйти за меня замуж? Я не хочу замуж За меня не хотите? Да ни за кого не хочу Хотя Знаете что, Жора А было у вас когда-нибудь Чувство какой-то необъяснимой Уверенности, что Совсем незнакомый человек Это именно тот Именно тот единственный Который нужен Знаете У меня как раз сейчас Это чувство Господи Я говорила о себе И о нем Не обижайтесь Король Всю ночь гуляет напролет Шумит и бьет И мчится В громком вальсе Едва слушает он стакан Ренвейна Как слышен звук И парабанов И литавры Гребящих в честь победы Арфеном Обычай это Ой, боже мой Вот сколько я их просила Сложить все по-человечески Ничего не могут эти артисты Я сколько раз им не говоришь Где этот колпак дурацкий Почему шут без колпака Потому что водку жрать меньше надо Йокалэмэнеопорэ Гамлет они играют С Афелией вместе Лорды вонючки Какие Зоя, где мой костюм? Ты Какой костюм? Какой? У меня выход через полчаса на сцену Да нет, что никакого выхода Твои тряпки забрала Самарская А что это Самарская? Ну потому что она играет сегодня твою роль Мою роль? А я? Цепочка от буя Зоя, что случилось? Потому что я тебя просила Говорила тебе сколько Не надо спать с режиссером А ты продолжаешь Вот и получай Кабак нашелся Ой, Светик Я тебя не подсиживала Честное слово Вот у Алифтины спроси Сергей Петрович Меня сам назначил В приказном порядке Мне очень жаль Что тебя сняли Правда Ты ведь у нас талантливая Это все знают Понятно Ай Извини Четвертая сцена Тенеца Гамлета Приготовиться к выходу Сейчас, великий режиссер Будет тебе выход Да, конечно так Хоть я к нему Как здешний уроженец Хоть и привык Однако же по мне Забыть его гораздо благородней Чем сохранить Смотрите, принц Он снова к нам идет И принимает разные обличья Он хочет что-то вам сказать Вот только что Что? Что такое? Кто выпустил нас там у слона? Берите его! Занавес! Что, Зон? Текст забыл? Спасите нас О небо Серафимы! Спасите нас О небо Серафимы! Блаженный дух Иль демон проклятой Облекся ты в благоуханье неба Иль вата дым Со злом или с любовью приходишь ты Твой образ так заманчив Мать твою Занавес давай! Заела Сергей Петрович Заела Чего у вас всех Чартовой бабушке Заела у него Зонов Зонов Убери слона Как? Да вытолкайте его Где сын? Хватился хопот Тереться Я здесь Сергей Петрович Зоненька Тащи что-нибудь Что? Да что-нибудь Все равно Одеть Зоня Хорошо Неладно Что-то в датском королевстве Светка Ты? Конечно я Как тебе моя Вендетта по-красикански? Ты знаешь что? Знаю А может На поклон выйдем Как в старые добрые времена Я тебя Ничтожу Да ты Кукушкин Мне премию Должен выписать Ты когда-нибудь Слышал В своем паршивеньком театре Крики Браво и Бис? Нет? Ну вот Наслаждайся Кукушкин Наслаждайся Правда неописуемо красивая Посмотреть Так почему же вам его просто не купить? Ага А вот это вот Ага Понятно Вот именно Даже мне не потянуть такое количество нулей Это во-первых А во-вторых Я его мерила И оно у меня маловато в груди А потом другого такого нет Это эксклюзив А в-третьих И это самое главное Вы запросто сошьете мне такое же Да даже лучше я уверена Ну В принципе я думаю Это не очень сложно Да я знаю что вы кудесница И потом вам давным-давно Пора открыть свой бизнес Да Еще раз проверь накладные Хорошо проверь Внимательный ты мой Не вздумай Не вздумай Ничего подписывать Боже спаси Сохрани Да Скоро буду Да Муж звонил Данные у него Видите ли не сходятся Ну Что говорит делать В партии свиной тушенки Если по накладным Она говяжья Ну Ничего Ничего не может без меня Вот Я все время говорю Бог создал мужчину А потом подумал Подумал И решил Что способен на больше И сотворил Женщину И это чистейшая правда Господи Я же спешу Мне пора бежать Дорогая моя Вы рассмотрите его как следует Ладненько Хорошо А потом мы созвонимся Да Все Все Целуй крепко Ваша Репка Слышка Репка 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 Я Morning А у вас хороший вкус Спасибо, у вас тоже Профессия обязывает А вы модель? Нет, я модельер, работаю с Плугиным С самим Плугиным? Да, с самим Плугиным Стас Вероника, а я тоже шью У меня есть целая коллекция эскизов Кое-что уже даже готово Три платья, два мужских костюма И еще у меня Интересно было бы взглянуть Правда? Что правда? Вам правда интересно? А это? Конечно, правда Можно прямо сейчас Хотя, нет, вы знаете, у меня сегодня встреча Как насчет завтрашнего дня? С удовольствием Ой, Зиночка Серафима Анастасия Хорошо Хорошо Кофе сварили Начинаем процесс Пьем не спеша И медленно Сосредотачиваемся На предмете Своих желаний Думаем Думаем о главном О самом главном Пьем Пьем Маленькими Глоточками Вкусный кофе Вкусный кофе Не спешим допивать все до конца На дне остаются несколько капель А теперь смотрим Как это делаю я А теперь ждем Аккуратно переворачиваем И смотрим Девочки, девочки Не путайте меня Гадание не терпит суеты Уоууу Ну, что там? Жить буду? О, девушка У вас очень бурная личная жизнь У меня? Ну, не у меня же Что я вижу? Я вижу сразу четверых Мужа и троих любовников Кого? У нее нет мужа Зиночка Как это нет мужа? Вы посмотрите внимательно. Рога видите? Видите рога? Ну, вижу. Муж. А вот эти трое – это любовники. Видишь? Нет, не вижу. Ну, внимательно посмотри. А зуб видишь? О, зуб вижу. Это дантист. О, как это все серьезно. Но вы, радость моя, бросите своего мужа и сойдете с этим дантистом. Сейчас вы ему всецело доверяете, но очень зря. Очень зря. Змею видите под зубом? Слушай, ты о чем думала, когда пила? А змея – это женщина. У него есть женщина. Не верьте ему. Он оставит вас одну, на то время беременную, без квартиры и на бабах. Подожди, Фимочка, дай-ка мне чашку. Ну, подожди. Над ней я вижу очень много неприятностей. Да это не та чашка. Не та. Ну, конечно, вот Настина чашка. Видишь, я дала специально ей со сколотым краешком, чтобы мы не перепутали. А мы как стали смотреть, так видно и перепутали. Да. Получается… Получается, что это либо моя, либо твоя чашка, Фимочка. А если рассуждать логически, с учетом мужа трех любовников, а главное – беременности, то… Тут-то я и вижу, что мне все знакомо. Ах ты ж гадина. Кто? Лёва Белкин – это дантист мой. А вот эта змея под зубом – это Ирка, его ассистентка. Они квартиру мою захотели. Вот вам моя квартира, гады. Вот вам и квартира, и машина, и дачу-придачу, и машину, и бриллианты, и золото – все получите. А у меня-то что? Нормально? Нормально. Нормально. У тебя все нормально. Задушу, гада! Девчонки, давайте пить кофе, да? Ну, кофе-то кофе. Папка, все так хорошо. Ой, а я уже начала переживать. Привет. Привет. Ты только к столу переоденься, Никушка. Ну, надень вот это розовое платье большой горой, которое я тебе купила. Я так его люблю, а ты его не носишь. Мам, к какому столу? Как? Я ж тебя предупреждала. Только не говори мне, что ты куда-то собираешься идти. К нам сегодня в гости придет Семен Борисыч. Забыла? Мама. Мама, не мама. А нужно же как-то устраивать твою личную жизнь. Валя, вали отсюда. Давай. Вы угощайтесь, кушайте. Спасибо. Кушайте. Спасибо большое. Подай колбаски, пожалуйста, Валя. Да. Немножечки, немножечки, пожалуйста. И рыбки, и рыбки. Подай мне. Икорки. Нет, это не рыбка, Валя. У меня, как вы знаете, Валентина Андреевна, трехкомнатная квартира, автомобиль и небольшая дача. Конечно, знаю. Валя, ты помнишь, мы два года назад были у Семена Борисыча на даче? Бориса Семеновича. Ничего, ничего не было. Конечно, Борис Семеновича. Борис Семеновича. Какое чудное место. Там рядом речка. Да, да. Вода в ней, как слеза. А воздух. Просто это озон. Чистый озон, да? А лес. Валик, скажи, какой там сказочный лес? Продолжаю. Имеется также большая коллекция картин. Не классики, конечно, нет, но вполне приличные люди. Александр Владарский, Янта Ксю. А вы знаете, Аникочка у нас тоже умеет рисовать. Да, она у нас художник-модельер. Такие эскизы делает, фантастические. Хотите, покажу? Кроме того, имеют целый сад редких комнатных растений. Практически все выставочные экземпляры. Некоторые даже привезены из-за рубежа. Вот послушайте. Эуфорбия. Мамилярия. Вероника обожает цветы? Да, просто жизни своей без цветов не представляю. Вот знаете, так утром проснусь и сразу же думаю, как там мамин кактус на тумбочке поживает. Бегу за водичкой, поливаю его, и каждая иголочка протираю, протираю. А потом сижу и налюбоваться не могу. Но, к сожалению, других представителей флоры у нас дома нет. А я вам Дефимбахию подарю. Вот. Вероника, это она шутит. Вы знаете, с таким юмором шутит и шутит все время. Такая умница. Вот это все она приготовила. Что? Готовит. Просто они тебе задернут. Ой, так дайте же попробовать. Что же вы? Так вы кушайте, кушайте. Это все вот она. Все. Вы знаете, поет ангел. Валик, какая у нее любимая песня? Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда будет мама. Так это же песня моего детства. Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда будет солнце. Старая песня, но очень хорошая. Да. Песенка моего детства. И вы знаете, все у нее так легко получается. Так весело. Все так. Да. А вы знаете, какая я выдумщица в постели. Такие кульбиты иногда выделывают. Обхохочетесь, Борис Семенович. Камасутра отдыхает. Вика. Дочка шутит. Юмор. Понимаю. Ну почему же, папа, я шучу. Мы, можно сказать, с Борисом Семеновичем почти родные люди. Правда? Кстати, Борис Семенович, а какие презервативы вы предпочитаете? Я, знаете, люблю сусиками. Они очень похожи на таких маленьких смешных тараканчиков. Тараканчиков. Да что? Да ты, 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 ты с ума сошла? Она с нас пишет. Большое спасибо. Подождите. Не знаете ли, пора. Было очень приятно. Подождите. Вы уже уходите? Заглядывайте к нам почаще. Как же, как же. А как же сладкий стол? В другой раз. В другой раз. Спасибо. Благодарю вас. Семен Борисович. Благодарю вас. Семен Борисович. Сусик. Я тебя, Сусик. Сусик. Семен Борисович. Борис Семенович. Конечно, Борис Семенович. Простите ее. Вы знаете, она пережила такую травму. Я бы даже сказала, трагедию. Я понимаю. Это нервы. Я все понимаю. К вам это не имеет ни малейшего отношения. Ну, еще чуть-чуть. Конечно, Борисович, не обижайтесь. Я все прекрасно понимаю, но… Ну, пожалуйста, не обижайтесь. Вот что хочу я вам сказать. Мне, конечно, отказывали. Ну, чтобы вот так вот… До свидания. Ну, мне тоже пора. Так, сядь. Сядь. Ты понимаешь, что ты сейчас натворила? Зачем ты устроила весь этот цирк? Мам, объясни ты мне, зачем весь этот цирк нужен был тебе? Мне? Мне? Тебе. Я хотела познакомить тебя с приличным интересным человеком. Это была моя единственная цель. Может быть, даже святая цель. Мам, этого торгаша ты называешь приличным интересным человеком? Торгаш. Этот торгаш, между прочим, замначальника планового отдела. У него большое будущее, чтоб ты знала. Да пусть хоть начальник планового отдела. Мам, у него нет никакого будущего. Завтра он выйдет на пенсию, максимум послезавтра. Тебе не стыдно было продавать меня этому торгашу? Милая моя! Ты забыла, сколько тебе лет? Тебе через год тридцать. А у тебя нет ни мужа, ни сына, ни дочери, ни любовника. От тебя жених сбежал, как отчима. Это такое климо! Ты никогда с таким климом замуж не ходишь, Валик. Дай мне нитроглицерин, а то я сейчас умру. Мамочка, милая, я обязательно выйду замуж. Когда-нибудь я обязательно выйду замуж. Нет. И когда-нибудь. Ты скоро выйдешь замуж. Не за Семёна Борисовича. Мама! Бориса Семёновича! Да! Борис Семёновича! Господи! Так за Альберта. Ты обязательно выйдешь. У меня, знаешь, очень много козырей в рукаве. Мамочка, побереги свои рукава. А про Альберта ты сама говорила, что он бабник, скандалист и сплетник. И я? Да, ты. Когда я такое говорила? Никогда я такого не говорила. Да, Альберт разговорчивый человек. Но он вполне порядочный. И потом, тебе не будет с ним скучно. Вот как мне с твоим папой. Я не понимаю, что здесь смешного. Валентин! Это безобразие. Вот вы издеваетесь просто надо мной, да? Малаган устроили. Мама! Издеваетесь, да? Издеваетесь. Я не хочу больше разговаривать ни о замужестве, ни о детях, вообще ни о чём. Не хочу и не буду. Всё, я ухожу. Куда? Подышать воздухом. С такими губами? Я буду дышать носом. Галь. Чего, Валь? Я кушать хочу. Пойдём, стол накрыт. Кто там? Это я. Кто я? Кто я? Я Жора. Жора Козлов. Настин знакомый. Я работаю компьютерщиком. Я программист. Достаточно, я открываю. Здрасте. 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 Прошу прощения, я… Извините, что не перезвонил. У вас всё время телефон был занят. А, да. Это Настюша в своём интернете заседает. Угу. Проходите, пожалуйста. Настюша, к тебе молодой человек. Жора, вы? Что-то случилось? Да. Ой, то есть нет. Ну, а что ж мы в коридоре стоим? Давайте дружненько все на кухню. Да. При чай или кофе, по желанию. Кофе. Или чай. Дева-кролик. Лев-обезьяна. О! Ну, тогда проходите. Нетипичный вы мой. Я знаю, как найти вашего Андрея. Как? Наверное, не секрет, что о каждом из нас существует информация в определенных местах. Научно-технический прогресс. Спасибо. Не обращайте внимания, Жора, продолжайте. Словом, все данные сейчас существуют в электронном виде. Бумажными архивами уже давно никто не пользуется. Ладно, оставим вступительную главу чайником. Я могу войти в банк данных любой организации. Да вы что? Неужели в самом деле любой? Ну, практически любой. А что касается паспортных столов, жеков и тому подобного, то это вообще не вопрос. Ну, хорошо. А как найти человека по одному лишь имени? Без фамилии, отчеству? Кажется, что абсолютно невозможно, да? Абсолютно. Имя Андрей очень распространенное. И к тому же в переводе с греческого означает... Я так думал. Ну, что мы знаем об объекте? Это... Мужчина. Лет двадцати пяти, тридцати пяти. Не женат. Так? Да. Не женат. Или разведен. В противном случае, зачем тогда нам его искать? Подождите. Может быть, он пока еще женат, но находится в стадии развода. Знаете, как это бывает? Я трижды была замужем. Верю. И мне эта стадия хорошо знакома. Верю. Ну, давайте остановимся на том, что объект все-таки свободен. Далее. Само наличие машины. Какая у него машина? Вот я так и не разглядела его машину. Ладно. У нас имеется машина, и это факт немаловажный. Можно начинать искать. Но как? Как? Методом исключения. Этот замечательный метод может дать, если не сто, то уж девяносто девять процентов наверняка. Вот смотрите. Мы знаем район, в котором предположительно проживает наш объект. Так? Так. На всякий случай берем площадь радиусом пять километров. Он же говорил, что неподалеку живет. Правильно. Правильно. Далее. В базе данных паспортного стола выбираем всех подходящих к нашей возрастной категории Андреев. Исключаем женатых. Исключаем женатых. А также кавказцев, афроамериканцев, японцев, китайцев и прочих лиц с ярко выраженными признаками национальной принадлежности. Так? Так. Далее. В гаишной картотеке выбираем всех владельцев машин. Исключаем не имеющих машин. Круг сужается. И в нем-то найти искомого нами объекта будет расплюнуть. Далее дело техники. Обзваниваем всех оставшихся Андреев и выясняем, кто же из них искомый. И Джамбо. Что это Джамбо? Джамбо это привет по суахили. Ой, как интересно. Вот так вот весело и без особого напряжения мы найдем нашего Андрея. Извините, вашего Андрея. Гениально. Вы знаете, Жора, вам всерьез следует задуматься о карьере сыщика. Правда? А ты видел когда-нибудь череп Шерлока Холмса? Ой, ну не надо. Разумеется, я знаю, что великий детектив – это плод писательского воображения. Но он основан на реальном физиогномическом факте. Вот эти бугры на вашем лбу, Жора, говорят об исключительно аналитическом складе ума. А рот? А нос? А носа уши. Разумеется, все надо рассматривать в сочетании. Для работы сыщика вы, Жора, идеальный экземпляр. Да. На счастье. Ну подождите, оставьте ради бога. Я вас прошу, не дай бог еще порежетесь. Я сама все уберу. Так вы согласны с моим планом? Согласна. Но с одним условием. Если ты станешь говорить мне «ты». С удовольствием. Алло, Наська? Да. Я сделала это. Что это? Я отомстила Кукушкину. Сорвала ему спектакль. А главное, я разрушила квартиру. Чью? Кукушкина? Нет, свою. Грядут перемены. Это из Покровских ворот? Нет, это из моей жизни. Все. Теперь я буду другой. Совсем другой. Меня она сволочь не сможет больше взять вот так вот и выкинуть меня из своей жизни. Скажи честно, я уродина? Ну что ты, ты красавица. Может быть я дура? Да перестань, ты умная. Ладно. В таком случае, может быть я совсем не обладаю сексуальной привлекательностью? Молчишь. То есть ты считаешь, что я не сексуальна? Я этого не говорила. Знаешь, иногда молчание сильнее слов. Нет, просто у каждого свой образ. А, у меня такой образ вечного подростка, да? Не то мальчик, не то девочка. Что ты глупости говоришь? Из чего ты вообще так завелась? Ты сексуально по-своему. Не в классическом понимании этого качества, но это даже интереснее. Знаешь что? Ставлю ящик шампанского, что сегодня вечером у меня будет три воздыхателя. И все они будут смотреть на меня влюбленными глазами. И ловить каждое мое движение, поняла? Поняла. Где? В Пикадоре. В шесть. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Я кушать тебя. Спасибо. Алло. Привет. Слушай, я так рада тебя слушать. Нет, свободна. Абсолютно не занята. Да. Хорошо. Давай, все, пока. Куда ты идешь? В кафе. С мужчиной? С двумя. Да с подругами я иду. С подругами. Да я так и знала. Я так и знала. Ты никогда не выйдешь замуж. Валик! Валик, она никогда не выйдет замуж. У тебя никогда не будет внучки. Ты слышишь, Валик? У меня будет внук. Слушай, по-моему, я сюда зря пришла. Ничего не зря. Именно так и нужно. По принципу клин клином. Понимаешь? Как раз так борются со страхами и комплексами. Расслабься. Да ладно, уже нормально. Вот и молодец. Да, насчет трех Светка явно погорячилась. Ни одного приличного объекта не вижу. Слушай, а вон там вот, у барной стойки, в замшевом пиджаке, как? К замше ничего. А объект через полчаса дровами будет. Посмотри на красавца слева. Ужас. Там сбоку от меня тоже колоритный персонаж сидит. Только смотри аккуратненько, потому что мы так вертимся, как будто заигрываем со всеми сразу. Он смотрит на нас? Я не знаю, он в очках как-то. Мама дорогая. Прямо из группы Зизи Топ. Динозавр Рока. Бедная Светка, с кем ей придется работать? А хочешь, я тебе погадаю на кофейной гуще? А ты умеешь? Конечно. Если зуб, то подлец-дентист. Если рога, то муж. Я брала уроки у самой Серафимы. Гадалка международного класса. Повторяй за мной. А если модельер? Модельер? Ни зуба, ни рогов. Зато вижу силуэт. Где? Смотри, мужской силуэт. Видишь, одна рука внизу, а одна согнута. Слушай, потрясающе. Здравствуйте. Здрасте. Я сделал вам коктейль. За счет заведения. Спасибо. Вероника. Настя. Спасибо. А третий? Сейчас Светка придет. Угу. Hello! Стоять. 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 Стоять! Привет. Привет. Это вообще ты или не ты, а? Привет. Угу. Девочки, я что, на проститутку похожа? Ты что? Нет, что ты. А мне только что цену назначили. Ну та сволочь с золотыми зубами. Ты же сама хотела поклонников. Да, публика здесь специфическая. Послушайте, вы выглядите просто потрясающе. Это вам. За счет заведения. Спасибо. Второй. А вы говорили. Интересно, кто следующий? А может, вон тот? Замшевый? Ой, еще раньше, чем я предполагала. А может, вот тот? А интересный тип. Hello! Наверное, он слепой, поэтому и в очках. Привет, блондиночки. Скучаем? Нет, веселимся. Здорово-то мне двинуло. Худая сильная. А нечего к приличным девушкам приставать. А приличные девушки попами не крутят. А знаете анекдот про симпозиум блондинок? Нет, мы знаем про институт Склифосовского, где мужика по частям собирали, а потом долго челюсть не могли найти. А я думал, что у вас один мозг на троих. У нас зато зубы в шесть рядов. Укусим мало не покажется. Молодой человек, пожалуйста, не мешайте нам отдыхать. А вот этот мозг общий, наверное, у тебя и есть. Да бросай ты этих дур. Поехали кататься, а? У меня такая тачка. У тебя такая грустная. Так, мечта злота-искателя. А ну-ка, вали отсюда. Что я сказала? Мандро не доделано, а? А что вы? КРИК ДВЕРЬ КРИК ДВЕРЬ КРИК ДВЕРЬ КРИК ДВЕРЬ Стоять! 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 Девчонки, вы что сидите, сейчас милиция будет. Быстрее, пошли, пошли. А ну быстро, я к стене. Руки за голову. Руки за голову. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова